На Балаковской АЭС решили сделать перезагрузку. На базе информационного центра провели молодёжный форум «Новое поколение Росатома», который должен заинтересовать молодых специалистов в трудоустройстве на предприятии атомной отрасли и сократить время на адаптацию у молодых работников АЭС. Сама адаптация должна идти уже с ранних лет, когда уже ориентация прошла, определились в атом-классы, когда идут в профильные вузы. И после этого приходят к нам, и на протяжении всего периода мы сопровождаем наших будущих работников, делимся с ними нашей культурой, нашими ценностями. И таким образом, когда они приходят к нам, они уже знают, что за предприятие, понимают, как себя вести, и это наши работники уже на 99%. Форум проходил в течение трёх дней, в нём приняли участие 15 команд. Первыми адаптацию провели для студентов профильных вузов, которые проходят практику на Балаковской АЭС. Корпоративную культуру и ценности Росатома постигали ребята из Саратовского государственного технического университета имени Юрия Гагарина, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Московского политехнического университета и Бетинияумифи. Затем состязались команды молодых специалистов, которые работают на Балаковской АЭС не более года. На предприятии заинтересованы в том, чтобы молодёжь вливалась в коллектив, а сделать это в неформальной обстановке творческого мероприятия гораздо проще. Ветеран, заслуживаем ветерану атомной энергетики. Очень приятно, что у нас такое новое поколение Росатома. Кроме того, вы знаете, что атомная энергетика, она требует очень повышенного отношения к безопасности. Спасибо, что вы тянетесь своими знаниями в такой огромной флотовской знаниях, как атомная энергетика. Как вы относитесь к безопасности, сегодня мы это продемонстрируем. Это говорит о том, что нашему поколению за будущее атомной энергетики, за будущее промышленности, душа болеть не будет. Вы будете стоять на страже безопасности. В завершающий день на старт вышли ученики атомклассов, которым предстояло выполнить те же задания, что и взрослым коллегам. Участники форума должны были пройти шесть станций, выполнив задания на каждой. Все они касались самых важных правил работы на атомной станции. Станция называется «Ответственность за результат». Если знает один, это результат всей команды. Эти вопросы и для школьников, и для студентов, и для работников атомной станции. Не знают, они следуют дальше. В результате этого конкурса могут расширить свой кругозор. Безопасность мы решили раскрыть в следующих аспектах. Это пожарная безопасность, личная, безопасность на производстве, в быту, электробезопасность. То есть темы достаточно серьезные, на которых нужно было придумать шутки, но все-таки подвести к какому-то логичному итогу, как нужно правильно вести себя в той или иной ситуации. И ребята просто, у нас, я не знаю, у меня куча эмоций, благодарность им, спасибо, что они пришли, они смогли так прекрасно отработать. Ну и по их глазам и эмоциям было видно, что им это все очень понравилось. Участники форума не только демонстрировали знания по истории атомной отрасли в ходе интеллектуального конкурса, но и определяли самую дружную команду. Через рисунок передавали свои идеи по энергетике будущего, показывали сценки по культуре безопасности, делали и креативные селфи, лучшие из которых определялось в ходе голосования в социальных сетях. Понравилось задание, связанное с ребусами, разгадывать. Это такой мозговой штурм. Передача информации, то есть один смотрит на схему, другой ее в конце этой цепи рисует, а между ними люди передают эту информацию. Человеку, люди с разных цехов, поэтому некоторые не представляют себе, о чем идет речь. У нас задание нарисовать АЭС будущего. Мы решили, что в будущем у нас все будет на атомной энергетике. То есть без разницы, где у нас атомные станции и в воздухе летают, и под водой строятся. Но наземные мы не изобразили, так как они уже есть сейчас. Мы рисовали, друг через друга передавали по цепочке рисунок. И сейчас вот спортивное задание на единство нашей команды. Все без исключения участники форума сошлись на том, что такие мероприятия просто необходимы. Вообще мероприятие это очень важное, потому что помогает нам сплотиться молодым работникам. Я вот, допустим, очень многих вообще увидел в первый раз. Независимо от того, что работаю на станции уже вроде как не первый год, а все равно кого-то первый раз вижу. Для сплочения команды, вообще для того, чтобы мы все познакомились, знали, что вот такие есть хорошие у нас дружные ребята. Чтобы влиться в коллектив, собственно, станции и для того, чтобы познакомиться с большим количеством новых и интересных людей. Молодежный форум «Новое поколение Росатома» будет проходить ежегодно. Скорее всего, в июле, когда на предприятие приезжают студенты-практиканты, а школьники из атом-классов находятся на каникулах. Отметим, что ранее такого масштабного мероприятия, направленного на адаптацию молодежи на предприятиях, концерна не проводили. Продолжение следует...